Доброе утро! Студия Аржуна Кришнадас. Продолжаем читать. Симат Бхагаватам. Также, если у вас возникли вопросы по вчерашней лекции, которую я читал от имени Центра Сознания Кришны города Дюмени, можете задавать в личных сообщениях, я на них отвечу. Итак, почитая немного из своей книги «Как я пришел в движение Сознания Кришны», глава называется «Первая Харинама в Кургане». Апрель подходил к концу, приближались майские праздники. Весна уже полностью вступила в свои права, зеленела трава, на деревьях набухали почки. Нарастали и наши усилия в распространении движения Сознания Кришны. И следующим важным шагом в нашей деятельности стала первая Харинама Санкиртана на улицах Кургана. Мы были пионерами движения в Кургане, да и все движение на Урале в России было тогда пионерским. Учились мы на ходу и получали информацию о том, как все надо делать, тоже на ходу. Вот из первой Харинамы получилось так же. Я твердо знал, что распространение книг Шилы Прабхупады – наше самое главное служение. Это лучший способ распространения Сознания Кришны в массах. И проведение публичных программ в арендованных залах стало уже нашим естественным занятием. То же касалось и воскресных перов любви. А вот для чего нужно петь Харе Кришна мантру на улицах? Ответ на этот вопрос я вскоре получил. В последних числах апреля я в очередной раз нанес дружеский визы к нашим старшим братьям в Екатеринбург. Как всегда, получил очередную партию книг и пожил несколько дней в штаб-квартире Насыра Молотова. 1 мая, в Международный день солидарности трудящихся, преданные позвали меня на Харинаму. До этого момента я ни разу не участвовал в подобном мероприятии. Мы шли по городу большой группой преданных, играли на мридангах и караталах и громко с энтузиазмом пели. Ведущим Киртана был Ачутанамда Прабу. Он подыгрывал себе на аккордеоне. И тогда я впервые увидел, что преданные используют этот инструмент в Киртане. Я держал в руках рупор и нес микрофон, в который пела Чютананта. А потом попросил его дать мне поиграть на аккордеоне и спеть. Он с удовольствием согласился. Я заиграл на аккордеоне и начал Киртан. Преданные с энтузиазмом подхватили. Они были рады появлению нового ведущего Харинамы и всячески подбадривали меня. Пение Харикришна мантры на улице произвело на меня сильнейшее впечатление. И у меня появилось желание серьезно изучить метод Харинама Санкиртаны. Благо, что все способности к этому были. В этот же вечер я вернулся в Курган полной решимости начать проведение Харинам в родном городе. На следующий день мы нарядились в наши ярко-оранжевые одежды, взяли с собой инструменты, неизвестно откуда появившийся у нас в квартире милицейский мегафон, и отправились на улицу петь Харикришна. Как самый опытный в кавычках из всех, я повел Киртан, неумело подыгрывая себе на индийском барабане, мариданге. Остальные играли на караталах или хлопали в ладоши. Мы торжественно и весело шествовали по родному городу, вызывая удивленные взгляды идущих навстречу горожан. Так, с песнями и плясками, добрались мы до центральной площади. Чугунный дедушка Ленин приветственно махал нам левой рукой и улыбался. Мы побегали вокруг памятника против часовой стрелки минут 15, уверены, что так быстрее приблизим торжество сознания Кришны в Кургане. Харинама продолжалась больше трех часов. Мы бегали с такой скоростью, что успели оббежать весь центр города и все прилегающие к нему парки. Усталые и счастливые преданы вернулись в свою квартиру, а я еще долго стоял у подъезда и рассказывал толпе детей, увязавшихся за нами на Харинаме, о сознании Кришны. Вот так вот мы начинали нашу Харинаму Санкиртану. И так она начиналась в те времена. И честно, если сказать, начало оно всегда такое. У движения сознания Кришны нет этапов развития, потому что этап здесь только один. Первый, он же последний. Движение. Движение всегда является движением. Оно начавшись, оно может разрастаться, но когда филиалы движения открываются заново в каких-то местах, то схема приблизительно везде одна и та же. Если мы посмотрим на первые Харинамы Шилы Парупады, и на первую нашу Харинаму, и вообще на любую первую Харинаму любого человека, который решил начать Харинаму, то мы увидим приблизительно одно и то же. Начало всегда есть начало. И оно везде одно и то же. И кто-то может утверждать, что движение сознания Кришны, оно растет, у него есть другие этапы развития. Да, у общества сознания Кришны есть. Но когда мы говорим о начале очередного движения у очередного человека, то оно всегда будет приблизительно одинаковым, таким же, как это было у нас. И что означает начало? Что я имею в виду под началом движения Санкиртаны? Это означает, что вы захотели открыть у себя дома центр. И у вас есть центр уже в городе, но вы захотели у себя в доме открыть. Вы берете и открываете в своем районе, на своей улице, в своем доме, в своей квартире. Вы можете его зарегистрировать юридически и начать действовать из своей квартиры. Начать поклоняться там алтарю, готовить просад, выходить на улицу с теми, кто вам согласился помочь. И пойте, танцуйте, пируйте. То есть действуйте. И вот если вы начнете делать Харинаму от себя лично, то она приблизительно такой же и будет, как я уже здесь рассказал. Поэтому ничего не бойтесь. Действуйте, начинайте, открывайте свои центры. Конечно, сейчас режим самоизоляции, хотя он не прописан в законах Российской Федерации, как таковой, что это такое, мы не знаем. Но мы добровольно себя заточили. И, конечно, он когда-то и закончится. Я думаю, что у нас в России, при нашей-то небольшой плотности населения, все пройдет быстро. Никаких пиков, и эпидемии не будет. Потому что просто народу у нас мало живет. Нет такой скучности. А если и пройдет, то пройдет так, не очень замечено. Потому что сам по себе этот вирус, он не такой сильный. Поэтому давайте будем готовиться сейчас, набираться сил, энтузиазма и потом в бой. Сейчас продолжим читать Шримад Багаватам Шримад Багаватам песнь. Третья глава, шестнадцатая, Джая-Виджая, проклятые мудрецами. Текст двадцать пятый. Будем читать два текста, двадцать пятый и двадцать шестой. Текст двадцать пятый. Ям Ван Айор Дамам Атхиша Пхаван Витхатте Вриттингнува Татанума Махи Нирвьяли Кам Асмасу Вая Учитот Хриятан Садан До Яна Гасау Ваям Аюн Кшмахи Килби Шейна Судя по всему, слабый интернет сейчас. Будем продолжать. Что мы еще можем сделать? О Господь, какое бы наказание Ты не назначил этим двум безгрешным душам или же нам, мы безоговорочно примем его. Мы сознаем, что прокляли два ни в чем неповинных существа. Редхараман, принеси этот пауэрбанк мне, то у тебя скоро разрядится. Здесь комментарий Шилапрупады. Здесь мудрецы четыре кумара отказываются от проклятия, которому предали двух привратников Джаеви Джаеви. Поскольку теперь они поняли, что те, кто занимаются служением Господу, ни при каких обстоятельствах не могут поступить неверно. Говорится, что каждый, кто непоколебимо верит в служение Господу или же сам занимается трансцендентным любовным служением, обладает всеми качествами полубогов. Поэтому преданный не может ошибаться. Если же он случайно или под давлением обстоятельств совершает иногда какую-то ошибку, ее не следует принимать всерьез. Здесь мудрецы раскаиваются в том, что прокляри Джаеви Джаеви они усматривают в этом поступке проявление влияния на них гум, страсти и невежества и выражают готовность принять от Господа любое наказание. Общаясь с преданными, не следует пытаться выискивать у них недостатки. Бхагавадгита также подтверждает, что даже если преданный, который с верой и правдой служит Верховному Господу, совершает какой-то грубый промах, его все равно нужно считать садху, безгрешным святым человеком. Из-за приобретенных в прошлом привычек преданный может иногда оступиться, но поскольку он занимается служением Господу, к его ошибкам не следует относиться слишком серьезно. Здесь очень важный механизм, как я уже говорил неоднократно, в ведической культуре, в философии, точнее, вот эти все шастры, они очень практичны. Практичны означают, что, прочитав какое-то утверждение, мы можем попробовать применить это на практике, и мы получим тот результат, который здесь описывается. Здесь Святого Пархупада утверждает, что преданные по природе безгрешны, потому что настоящий преданный не будет действовать, руководствуясь каким-то злым умыслом или осознанными корыстными мотивами. Даже если у него есть какие-то корыстные мотивы, часто он просто о них не догадывается. И если в таком состоянии человек начинает проявлять инициативу в преданном служении Кришне, то у него могут случиться ошибки. Ошибка означает проступок, который совершен неумышленно. И Кришна, когда он видит, как его преданный действует, как он искренне пытается послужить ему, он помогает такому преданному. и он не обращает слишком большого внимания на какие-то проступки, которые может совершить такой преданный. Так устроено, так задумал сам Кришна. И поэтому, если окружающие видят, и вот еще какой очень важный момент, преданный Кришна не является зависимым живым существом от других. Его нельзя сбить с толку какими-то, то есть, его нельзя подставить, а поставить под себя, скажем так. мы знаем, что существует система варнашрамы, в ней есть четыре уклада и четыре социальных сословия браманы, кшатри, вайши и шудры. И когда мы говорим о зависимых видах, о зависимых сословиях, то это шудра, то есть, тот, кто работает за зарплату. Остальные три, это вайши, кшатри и браманы независимы. Они работают сами на себя. То есть, они не зависят от чужого дяди какого-то. И в отличие от шудр, которые проявляют энтузиазм в выполнении чужих желаний за деньги, вайши, кшатри и браманы действуют инициативно. Они проявляют инициативу. То есть, они действуют самостоятельно и проявляют инициативу. В этом отличие. И поэтому, так как преданные находятся по своей категории вне социальных структур, или же если человек начинает заниматься преданным служением, то он заслуживает право находиться на платформе брамана и вайшнава, это означает, что настоящий преданный он всегда проявляет инициативу. Он неслепо следует указаниям свыше, а проявляет инициативу, внимательно слушает своего духовного учителя, пытаясь услышать приказ, определенный приказ, определенное наставление, и затем по собственному желанию, бескорыстно, то есть, ничего не ожидая взамен, тогда, когда это у него начнет получаться, он начинает выполнять наставления своего духовного учителя. Это большая разница между работой за зарплату, за зарплату корыстной работой, и бескорыстным служением, выполнением наставлений по собственному усмотрению. И вот, если преданный начинает выполнять подобные наставления по собственному усмотрению, бескорыстно, то есть, проявляет инициативу в этом, добровольно, то у него могут возникать разные ошибки на этом пути. И Кришна смотрит на эти ошибки сквозь пальцы, потому что он видит искреннее намерение такого живого существа, такого своего преданного. И поэтому такого инициативного преданного ни в коем случае нельзя критиковать или осуждать, если он совершает какие-то ошибки неумышленные. То есть, ошибка есть неумышленная, неумышленный поступок. Поэтому будьте осторожны, пожалуйста, во взаимоотношениях с преданными. Всегда старайтесь увидеть позитив, нектар. И если вам хочется увидеть какой-то негатив, то контролируйте свои чувства, отказывайтесь от этого. Текст 26-й Господь ответил «О браманы, знайте же, что наказание, которое мы избрали для них, было заранее предопределено мною, поэтому им предстоит пасть в материальный мир и родиться в семье демонов. Однако все их помыслы будут сосредоточены на мне, и эта сосредоточенность ума, усиленная гневом, свяжет их со мной прочными узами и поможет им быстрее вернуться в мою обитель». Комментарий Шилбрупады Здесь Господь говорит, что наказание, которое мудрецы назначили двум стражам, Джая и Виджая, было задумано им самим. Все, что происходит в этом мире, происходит с дозволения Господа. Иначе говоря, привратники Вайкунхи были преданы проклятию в соответствии с замыслом Господа, который раскрыт в трудах многих преданных, чей авторитет не подлежит сомнению. Иногда у Господа возникает желание сразиться с кем-нибудь. Если бы воинственный дух не был изначально присущ Господу, то откуда бы у людей появилось желание сражаться? Господь является источником всего сущего, поэтому Ему присущи и гнев, и воинственность. Когда Господь желает сражаться, Он должен найти себе врага, но на Вайкунхе у Него нет врагов, так как все Ее обитатели полностью поглощены служением Господу. Поэтому иногда Господь воплощается в материальном мире для того, чтобы продемонстрировать свой воинственный дух. И вчера я уже говорил о том, что в Библии сказано травинка даже не шелохнется без воли Кришны. И Шримад Бхагаватам я еще раз повторюсь, потому что это основополагающий философский момент, философско-практический момент философии сознания Кришны. В одном из стихов Чатуршлоки говорится, что если что все, что происходит в этом мире, происходит под контролем Кришны и связано с ним непосредственно, если же мы видим что-то, что, как нам кажется, не связано с Кришной, то это иллюзия, это то, чего нет. В этом мире не может быть событий, каких-то действий, каких-то объектов, которые мы видим, которые бы не были связаны с Кришной. И вот преданный он прекрасно это понимает. Это и есть квалификация преданного. Именно в этом и состоит его способность отличать иллюзию от реальности. Все, что связано с Кришной, это реальность. Все, что не связано, иллюзия. Он отвергает иллюзию и поэтому не попадает под ее влияние. А если это случайно происходит в силу неопытности в основном, то Кришна легко исправляет эту ситуацию, поставив преданного в какое-то невыгодное положение, в котором он начинает еще больше предаваться и он таким образом освобождается от иллюзии. В Бхагавадгите 4.8 также сказано, что Господь не сходит для того, чтобы защитить преданных и уничтожить непреданных. Непреданные живут только в материальном мире, в духовном мире их нет. Поэтому, когда Господь желает сражаться, ему приходится спускаться в материальный мир. Но кто будет сражаться с Верховным Господом? Никому не под силу сражаться с Ним. И поскольку во всех играх, которые Господь являет в материальном мире, участвуют только Его спутники и приближенные, Он должен найти какого-нибудь преданного, который сыграет роль Его врага. В Бхагавадгите Господь говорит Арджуне, дорогой Арджуна, и ты, и я появлялись в материальном мире великое множество раз, но ты забыл об этом, а я помню. Итак, Господь избрал Джаю и Виджаю, чтобы сразиться с ними в материальном мире. Именно поэтому мудрецы пришли на Вайкунху, чтобы увидеться с Господом и нечаянно прокляли стражей. Господь сам захотел отправить их в материальный мир, но не навсегда, а лишь на некоторое время. Иногда так, иногда актер в театре играет роль врага, директора театра, хотя на самом деле между слугой и хозяином не существует настоящей вражды, да и спектакль длится недолго. Итак, проклятые мудрецами сураджаны преданные должны были родиться в семьях асураджан, безбожников. То, что преданным предстояло появиться на свет в семье безбожников, достаточно необычно. Однако, все это не более, чем спектакль. Закончив свое театральное сражение, преданный Господь снова встретится друг с другом в духовном мире. Все это подробно объяснено в данном стихе. Подводя итог, можно сказать, что души, обитающие в духовном мире царстве Вайкунхи, никогда не падает материальный мир, ибо мир Вайкунхи вечен. Однако, иногда преданные послушные воле Господа приходят в материальный мир в роли проповедников или атеистов. Необходимо всегда помнить о том, что за их приходом скрывается замысел Господа. Так, Господь Будда был воплощением Господа, и тем не менее он проповедовал атеизм. Бога не существует. Однако, на самом деле, как объясняется в Бхагаватам, за всем этим стоял промысел Господа. А вот здесь очень важный момент есть. Также, это технический момент. Это один из моментов ведической технологии, и, может быть, трудно его здесь разглядеть, но, посмотрите, в чем состоит технология. Она состоит именно в том, что каждый из нас склонен считать себя великим. и человек, начитавшись какой-нибудь философской литературы, может возомнить себя посланцем Бога или самим Богом. Так происходит в этом мире под влиянием иллюзии. И вот здесь важно понять, здесь описывается как раз ситуация, Кришны, специально приходит сюда в материальный мир, чтобы принять участие в играх Кришны. И здесь рассказывается случай, когда Кришна захотел сразиться, но в материальном мире просто не существует живых существ, которые были бы равны Ему по могуществу. А вот преданные Кришны равны Кришне по могуществу, по Его милости, по Его желанию. И поэтому с кем Ему здесь сражаться? Только со своими преданными, которые добровольно принимают на себя роль врагов Кришны. Посланников Кришны бесчисленное количество, но они обладают определенными свойствами. Или же, как в этом случае, это величайшие демоны. Величайшие означает, что когда такой человек воплощается на земле, величайший демон или в этой вселенной, то он очень быстро начинает оказывать влияние на всю вселенную. Захватывает власть полностью во всей вселенной. То есть, он становится сильнее, сразу же начинает проявлять свойства самого сильного живого существа во вселенной. И, так как с ним не могут справиться те, кто управляют этой вселенной, то они зовут Кришну, пожалуйста, приходи, настучи ему по голове, а мы тебе будем благодарны. Кришна приходит, исполняет свой долг в этом отношении, то есть, устраняет угрозу для жизнедеятельности и жизнеобеспечения вселенной и опять уходит. А если же это приходит преданный Кришне, как его чистый преданный, то он изначально обладает всеми необходимыми качествами. Во-первых, такой человек рождается в благочестивой семье или же в семье чистых преданных. И с самого раннего детства он имеет возвышенные качества, возвышенные черты. И его деятельность с самого начала своей жизни она превосходна. Если мы возьмем Шива Парупаду, то мы знаем, что с самого своего детства раннего он уже начал поклоняться Кришне и начал проводить Радхаятры. Уже в молодом возрасте он начал писать книги о сознании Кришны, журналы, и мы видим, что к преклонному возрасту, не прекращая действовать как чистый преданный, он поехал на запад и распространил сознание Кришны повсеместно. Вот это вот деятельность чистого преданного. Если вы начитались какой-нибудь сопутствующей литературы и возомнили себя верховной личностью или представителем Бога, пришедшим спасти человечество, посмотрите на свою жизнь, посмотрите. Во-первых, Сам Кришна подает пример, что каждый в этом мире должен иметь духовного учителя, и даже когда Сам Кришна здесь был, то Он имел духовного учителя, у Него был гуру, и Он показывал таким образом пример, что надо принять гуру. Итак, если вы думаете, что вы спаситель человечества, сначала примите гуру, и пусть гуру поможет вам спасти человечество. Все очень просто. Не впадайте в заблуждение, читайте шастры, читайте книги Швапрупада, в первую очередь Шримад Бхагаватам и Бхагават Гиту, и вы всегда будете в надежном положении. Иллюзия не сможет вас захватить. А ведь иллюзия, когда живое существо считает себя Богом или спасителем человечества, то это, говорится, это самая большая иллюзия, под которую может подпасть живое существо в этом мире. Поэтому будьте внимательны, будьте осторожны, берегите себя, как говорится, и будьте счастливы. На сегодня мы закончим читать Шримад Бхагават. Если у вас появились вопросы, задавайте их в личных сообщениях, я на них обязательно отвечу в следующих эфирах.